Друзья, в эти непростые времена нам нужна ваша поддержка. Помочь антизомби в информационной борьбе против оккупанта можно по ссылке на донаты в описании. Всё будет Украина, друзья! Где-то около года назад мы впервые после начала так называемой СВО затронули тему реального безумия, происходящего на Дальнем Востоке России. Когда нищие люди, которые ещё не так давно обвиняли Москву в уничтожении дальневосточных регионов... Москва уже окончательно допекла здесь. Наши земли распродают направо-налево. Москва всё решает. Вдруг решили, что наводить порядок нужно вовсе не у себя за окном и даже не в Москве, которая как пылесосом высасывает местные ресурсы. В Москве действуют хуже саранчи. Они прилетели, выпилили, сняли и улетели. А в далёкой Украине, до которой, чтобы вы понимали, расстояние более 7 тысяч километров. Но аборигенам, у которых мозг потёк от массированной пропаганды, было тупо пофиг. Куда ни плюнь, везде крики «Ура!» или какие-то безумные акции в поддержку войны. Более 20 машин, украшенные символикой СВО, проехали по городу. Мероприятие началось с концерта, где прозвучали слова поддержки военным. Победа будет за нами! Массовая акция в поддержку спецоперации российских войск на Украине прошла в Берибино. Поддерживаем позицию нашего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Мы сегодня поддерживаем нашу армию Российской Федерации. Именно тогда жёны морпехов Тихоокеанского флота принялись записывать и выкладывать в сеть свои потешные марши. Запевай! Ягода, малина, во дворе растёт, парня молодого, дорогая, ждёт. Вы, бойцы, что надо, верим вас и ждём, впереди пехота мы не подведём. А мы ещё тогда их предупреждали. Девочки, вот вообще непонятно, чему вы радуетесь. Потому как Чукча или Якут, умирающие в Украине, это уже какой-то сюр. Тем более, что эти коренные народы не такие и многочисленные. Смертность уже давно значительно превышает рождаемость. К сожалению, в нынешнем путинском режиме сохранение и развитие многих коренных народов России остаётся под большим и большим вопросом. Смертность, суициды среди народов России, среди коренных молодчисленных народов Северо-Сибири и Дальнего Сока, самые высокие. Чтоб все понимали уровень, население всей Чукотки всего лишь 50 тысяч человек. Одна ЧВК Вагнера под Бахмутом столько бойцов угробила. То есть вообще не в положении Чукчей последними мужиками разбрасываться. Но жёнушки морпехов, похоже, верили, что поймали бога за бороду. Ведь дело в том, что цены в той же Чукотке одни из самых высоких в России. Цены в магазинах такие, что даже стопроцентные надбавки не очень-то выручают. Друзья, таких цен я не видел ни в одной стране мира, ни в одном городе в принципе. Обычные помидоры стоят 795 рублей. В магазин здесь почти все ходят в долг. Те же овощи покупают зачастую поштучно, а не в килограммах. Если мы купим один огурец, нам хватает на два дня, да? А потом через два дня ещё приходится. То есть мы берём килограммы. Поэтому так называемую спецоперацию на Чукотке восприняли как хорошую возможность вырваться из нищеты. Всё-таки на 300 тысяч рублей можно не один, а три огурца на неделю покупать. А в то, что единственный кормилец на войне может чуток испортиться, мало кто верил. Зря, что ли, по телевизору каждый день о мощи российской армии говорили? Да вообще российская армия сегодня одна из лучших в мире, это признают сегодня все. Российская армия сегодня самая современная в мире. С лучшим оружием, боевым опытом и под чётким командованием. В общем, максимум, что волновало жёнушек морпехов, это то, что мужик из Украины некачественную стиралку привезёт. Но вместо стиралок ко многим из этих красавиц приехал сюрприз в чёрном пакете. Ведь, как известно, морская пехота Тихоокеанского флота была не просто разгромлена, а практически уничтожена под угледаром. Обескровив все отправленные на штурм соединения и части, генерал Муратов продолжает, видимо, надеяться на то, что мясорубка здесь с нашей стороны практически односторонняя, что-то даст. Поражение было настолько тяжёлым, что некий Киасаян, ну, тот, который муж Симоньян, даже предложил вести цензуру и не рассказывать детали россиянам. Скажите, пожалуйста, а мы уверены, что для общества, в широком смысле слова, необходимо знать о тех проколах, которые мы получили в Макеевке или под Углидаром? Давайте всё-таки власть определится и скажет, всё, цыц, всем своим там цыц. Например, вопрос цензуры. Нашило в мешке не утаишь, поэтому взбешенному Путину пришлось публично срывать погоны с генералов. Командующий Тихоокеанским флотом России Сергей Авакянц уходит в отставку. Адмирал возглавит штаб, курирующий центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Генерал-полковник Рустам Мурадов освобождён от должности командующего Восточным военным округом и отстранён от командования в Украине. С тех пор многие дальневосточные части вернули в места дислокации. И тогда нам почему-то подумалось, что и Якутов, и Чупчей эта история может хоть чему-то научить. Возможно, начнутся митинги против уничтожения на СВО малых народов. Но нет. Тишь гладь до Божьей благодать. И только кладбища растут космическими темпами по всей России. Ну вот, город Владивосток. Морское кладбище. Ребята наши. Ужас. Ужас. Катафанки в очередь стоят просто. А в том числе и на Дальнем Востоке уже наловили новобранцы. Но если вы думаете, что Чукотка помогает Путину лишь пушечным мясом, то сразу расслабьтесь. Путинские бояре решили местных аборигенов ещё и на денюжку кинуть. Вы будете смеяться. Но один из беднейших регионов России, внимание, будет финансово помогать восстанавливать Донбасс. Мы готовы участвовать в тех задачах, которые вы поставите по восстановлению территории. Полномасштабы готовы включаться. Ставьте задачу. Мы с радостью будем помогать. Просто вдумайтесь в это безумие. Нищие жители Чукотки над когда-то богатым и европейским Донецком шефство берут. Но пушили на другие марионетки. Проблем, судя по всему, в этом не видят. Вон, смотрите, как сияют. Очень благодарны за ваше стремление в сотрудничестве с нашим регионом. Чукотка никогда не оставалась в стороне. Я хотел бы поблагодарить вашим лицам, всех жителей Чукотки за такое чуткое отношение. Ну а с другой стороны, что им не сиять-то, а? Ведь чем больше денег дают, тем качественнее будет распил. Ну а жители Чукотки в таких раскладах выставляют себя просто космическими терпилами. Ведь помогать кому-то это хорошо. Но только когда у тебя самого есть лишнее. У нас сегодня 8 регионов Дальнего Востока шефствуют над освобожденными территориями, восстанавливают города. Что интересно, мы оставили три территории, самые-таки небогатые и небольшие. Это еврейская область, Чукотка, Забайкалье. Сказали, вот вы пока не надо. Нам все губернаторы выразили категорический протест. Сказали, что они хотят. Правда же в том, что лишнего у жителей Чукотки нет ничего от слова совсем. Регион, который в какой-то момент чуток преобразился после того, как Абрамович решил сделать из него витрину. А сегодня анадарь цветной. Раскрашен яркими красками и огромными картинами. Это все следы недавнего ренессанса, который связывают с именем Романа Абрамовича. Самого почитаемого в новейшей истории начальника Чукотки. Найти тех, кто не любит Абрамовича, здесь кажется невозможно. Он был их чукотским чудом. Волшебником, который сделал тяжелую жизнь легче. Абрамович, да молодец мужик. И сам живет, и другим дает. И дороги зафальтировал, и дома построил, сколько за его счет. Ну, ты поднял город, хорошо. Ну, было раньше, по дороге идешь, ноги ломаешь. Сегодня снова выглядит так, будто всю ночь ракетами бомбят не Украина, а условный анадырь. Причем, ладно, нет день что-то новое построить. Нам уже сейчас никто не заморачивается, чтобы старое в порядок привести. Например, вот так выглядят детские площадки в городах и поселках богачей, взявших шефство над оккупированными территориями Украины. Сугроб перед садиком. Детская площадка. И вот там вот у нас дыши. Скоро 1 июня, день защиты детей. Чем они будут заниматься? И это единственное у них место. Игры. Слушайте, милейшая, а может на два мишевства взять? И лопаты, например, подарить, чтобы вы вместо спасения Украины под домами к июню снег порасчищали. Причем все же преотлично понимают, что это не какая-то особая история, которую мы ради сюжета отыскали. Детские площадки в целом по Чукотке выглядят именно так. И детям негде гулять. Если мы пройдем с другой стороны, то мы тоже посмотрим, что здесь нет никаких игровых площадок. И этот вопрос Народный фронт поднимает уже на протяжении 7 лет. К сожалению, ни наше обращение к губернатору, ни в департаменты, ни в городскую администрацию, ни в департамент здравоохранения, ни окружную больницу не дают никаких результатов. С другой стороны, а зачем детские площадки в регионе, где и детей скоро не останется? Возможно, именно так рассуждают путинские бояре. Дело в том, что благодаря мудрой политике царя из Чукотки ежегодно бегут все, кто только может убежать. Ведь в 21 веке жить без элементарной инфраструктуры крайне сложно. Проблема Чукотки в том, что здесь практически никакие города между собой вообще не связаны. То есть люди всю жизнь могут прожить и никуда не выезжать из какого-нибудь своего села. Да-да, вы все верно поняли. В стране, у которой есть миллиарды долларов на ракеты для ударов по Украине, на развитие логистики внутри России, денег нет не то чтобы сейчас, а десятилетиями. В 21 веке здесь не ходят поезда. Дороги для автотранспорта, если и есть, то только в морозы. Дорог нет. Вот в некоторые населенные пункты можно проехать только зимой по зимникам. Зимник – это дорога, которая прокладывается по замерзшей реке или по замерзшему морю и так далее. Вот, соответственно, все. В остальные моменты никак вообще добраться не нельзя. Поэтому если тебе нужно съездить в больницу или по каким-то бюрократическим вопросам в краевой центр, то сделать это можно разве что по воздуху. Но цены на перелеты такие, что и на Чукотке, и в Якутии. Люди зачастую вынуждены брать кредиты, чтобы слетать и решить дела. Как-нибудь оформлю кредит и поеду. Впрочем, без кредита не выехать из поселка даже в столицу региона – Якутск. Авиатариф туда-обратно гораздо выше средней заработной платы. И здесь бы тем же жителям Чукотки задаться вопросом, почему они так плохо живут. На богатейшей земле ведь на Чукотке есть золото, уголь, нефть, газ, множество других полезных ископаемых. Но Москва забирает все, оставляя местным крохи чисто для выживания. И, конечно, в таких реалиях на Чукотку можно приехать поработать, на вахту. Но жить здесь желающих все меньше. Отдельные поселки, где когда-то кипела жизнь, сейчас напоминают кадры из Чернобыльской зоны. Угольные копии сегодня четвертый по численности населения населенный пункт на Чукотке. В целом поселок угольные копии можно охарактеризовать как очаговая цивилизация. Заброшка, заброшка, заброшка – магазин у Антона. Хотя нет, в Чернобыле все же намного лучше. Я не поклонник тяжелого металла, но именно такая музыка должна звучать вот в этих декорациях. Здесь-то и возникает простой вопрос знатокам. Слушайте, а может, стоит для начала не чужое рушить, а восстановить свое? Другими словами, строить русский мир не на чужом горе, а на своей радости? Тратить деньги не на ракеты, а на улучшение благосостояния русских людей? Ведь какая нафиг сверхдержава? Какой новый мировой порядок? Идет выработка основ, принципов гармоничного, более справедливого и безопасного миропорядка. Альтернативно существующему или, можно сказать, существовавшему до сих пор однополярному мироустройству наступает все-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории. Когда целые регионы живут в беспросветной нищете. А Кремль у них еще и последнее забирает, чтобы по телевизору щедрость России показать. Поэтому добрый совет жителям Дальнего Востока. Задумайтесь на досуге о том, как о вас вытирают ноги. Как используют, не давая взамен ничего. И тогда, возможно, изменится в качественную сторону не только ваша жизнь, но и жизнь других народов России. Ведь фундамент русского мира – это страх и молчание миллионов. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорит? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут. Они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина! Субтитры создавал DimaTorzok